И помнить тяжело и забыть невозможно. Накануне годовщины Чернобыльской аварии в зону отчуждения приезжают те, кто видели Припять и Чернобыль цветущими городами. И те, для кого эта земля превратилась в поле боя с ядерной угрозой. Сейчас многие из этих людей сами нуждаются в защите. Почему так происходит и получат ли чернобыльцы поддержку от государства? Об этом подробнее в сюжете. Это мой дом, да. 12 этаж той стороны. Все окна сюда. Сын уходил, у нас вот здесь вот была дача. Видно было, когда мы на даче работаем, он приходит. Все окна включены, везде свет. То есть знаем, что он у нас дома. Дорога домой длиною 20 лет. Решение приехать в Припять Нелли Степановне далось нелегко. Принимала его импульсивно. На ЧАЭС она работала инженером. В Украину приехала из Красноярска. Атомщиков в далеких 80-х собирали по всему бывшему Союзу. Припять была городом молодых и талантливых. В день аварии Нелли Степановна находилась в командировке в Литве. Инженер по специальности, она поехала за оборудованием. Я когда узнала, что авария, то я рванула на поезд на Чернигов. И там, представляете, как говорят, вывозят трупами, вывозят тысячами из Припяти. Вот я ехала, думаю, моей семьи нет. Муж умер через три года после взрыва от рака. В тот день большинство не понимали, какая опасность уже поглотила город. Спустя десятилетия женщина уверяет, если бы и знали, все равно бы не бросили свой пост. Мы же работали, поэтому это не имеет значения. Мы же не боялись как-то, но у нас, мы работали. Мы с этим связаны, мы с атомной промышленностью связаны всю жизнь. А если бы вы знали, например, чем это закончится? Ну не знаю, ну нет, наверное, мы работу бы не бросили. Не было таких у нас предателей, не было. Приехали жить в Припяти. А тут авария, только-только устроились. Об аварии и реальных ее масштабах и угрозах люди узнали спустя неделю. Татьяна Николаевна и через три десятка лет тот день помнит в деталях. Муж был на смене во время аварии на самой высокой точке. А она, получив известие посреди ночи, побежала домой. Никто нам не сообщил, а сказали, что что-то бахнуло. Те события сотрудники и ликвидаторы между собой называют войной. С нее они вернулись уже другими. И она разделила их жизнь на до и после. Возлагая цветы к мемориалам, они неохотно вспоминают о своих проблемах. Лишь поделились. Ждут новостей из парламента, где сегодня рассматривали законопроекты об их пенсионном обеспечении. Я вот лично жду приказ. Ой, не приказ, сегодня и потом. 44 постановили. 42. К примеру, Татьяна Николаевна, проработавшая на ЧАЭС 10 лет, была вынуждена отказаться от пенсии чернобыльца. Я инвалид второй группы. Пенсия была минималка. И вот, значит, я перешла на максималку, потому что у меня 58 лет стажу. Понимаете, сколько лет? Она с инвалидностью перешла? И вот, и я с инвалидностью перешла, потому что... Ну, а сейчас конкретно сказать... Потому что там пенсия маленькая, а здесь вот намного больше будет. Из-за отсутствия средств сократили льготы чернобыльцам. За 4 года их почти свели к нулю, говорят в оппозиции. Сократили все программы по медицине, по лечению, по оздоровлению, по социальной поддержке людей. Отобрали все гарантии, льготы и компенсации. Для нас очень важно, чтобы сегодняшняя власть в полном объеме, как положено, выполнила те гарантии, те решения, которые были приняты, но которые сегодня не выполняются. Это в первую очередь пенсионное обеспечение. В парламенте зарегистрировано 10 законодательных инициатив в пользу тех, кто спас мир от смертельной радиации. Я считаю, что мы в долгу перед чернобыльцами. Первые два закона проголосовали. Один из них дает возможность получить удостоверение пострадавшего от чернобыльской аварии при наличии 4-летнего стажа до 93-го года в этой зоне. А второе, это дает денежную компенсацию детям, которые имеют право на бесплатное питание. Но это первый шаг. Их 10 законопроектов, которые восстанавливают социальные льготы, отобранные в 2014 году. Сегодняшней власти. Проведают ли свои дома те, кто жил и работал в молодом городе Припять? Большинство говорят, вряд ли. Слишком тяжело вспоминать те дни и тех, кто уже никогда не вернется с той войны. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский из Чернобыльской зоны. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова